Евгений Коноплянко не любитель давать интервью, но сегодня у его болельщиков есть возможность услышать ответы на давно интересующие вопросы. Евгений, мой первый вопрос касается детства. Я хочу вас попросить, чтобы вы вспомнили, о чем вы мечтали в детстве. Ведь многие мечтают стать известным футболистом. О чем мечтали вы? Спортсменом изначально. Изначально да, но сейчас назову вам, конечно, вид спорта, будете смеяться. Каратист. Каратист? Каратист, да. И в итоге за всю жизнь два раза только максимум подрался. А почему? Не хотелось идти на конфликты? А, почему подрался, да? Так мало раз. Зубов больше осталось, знаете. Ну, как, знаете, сколько? 7 лет мне было тогда. Мы все маленькие, знаете, сегодня одно, завтра другое. И в итоге мне пришлось выбирать между каратэ и футболом, потому что мне тут вот на следующий день захотелось футбол попробовать. И немного лучше выходило, как бы, чем в каратэ. А вы помните? И нужно было бы как бы не определиться. Мне поставили в ультиматум тренера, выбирать туда или сюда, потому что так не годится. Свои силы ты туда как бы отдаешь и туда, и не успеваешь. А помните именно тот переломный момент, когда вы решили именно выбрать футбол для себя? Наверное, да. Помню. Что это было за момент? Вас кто-то к этому подтолкнул? То же самое, знаете, как вот вам предлагали, вы любите очень сильно сладкое. Тут Марс или Сникерс, а две нельзя, знаете, для шоколадки, это то же самое. И я не мог понять, понимаете, туда и туда, но когда я там ночью переспал, хорошо подумал, и я думаю, сделал правильный шаг. Когда вы только начинали играть в футбол, кто был вашим кумиром? Дель Пьеру с Ювентуса. У вас висели его постеры какие-нибудь в комнате? У меня, по-моему, была маленькая, как бы, знаете, как статуэточка, просто на столе стояла. И я типа когда делал уроки, просто как бы вспоминал, что я больше люблю, наверное, футбол играть, а не делать уроки. А, кстати, вот сейчас, кого вы считаете сейчас таким самым, возможно, сильным игроком в, вообще, в мире? Для меня лучше Мэйси нет. Лучше Мэйси нет? Лучше нет пока. А почему? Вам интересно за ним наблюдать? Очень. Как он мало бегает, и как много обыгрывает, и много забивает. Это, конечно, нечто. Ну, соответственно, если он самый сильный игрок, то самая сильная команда? В Барселоне, правильно. Там, где он играет. Скажите, вот, ну, футбол — это достаточно тяжелый вид спорта, ну, в плане физически. Вы, наверное, много очень тренируетесь, тем более сейчас вы перешли в новую команду. Скажите, как вы проводите свое свободное время? Свободное? Если оно есть. Нет. Кстати, вот, прошел месяц после того, как я уехал, и пока времени нет даже, вот, чтобы взяться за язык, знаете, толком, нанять учителя. Во-первых, у них в августе сиесты, чуть ли не каждый день. Люди, не знаю почему, но у них там очень жарко в этот период, и они, как бы, отдыхают. Я не могу сейчас даже учителя найти, но хорошо, что именно я в этот момент попал, потому что у меня сейчас очень много тоже дел. Ну, начиная даже с места жительства, где, как бы, что и как, и как добраться на тренировку, даже как просто задать какой-то либо вопрос. Это тоже нужно, знаете, время, и пока только тренировка, дом, и все бытовые эти вопросы. Опишите свой идеальный день. Вот сейчас вы описали, ну, вот, тренировки, возможно, некоторую загруженность, а вот свой идеальный день. Каким он был бы? Был бы? Или был? Или будет? Наверное, выиграть, наверное, в Лигу чемпионов, когда стоит с тобой семья рядом, еще дети возле тебя, и ты еще вдобавок поднимаешь золотой мяч. Наверное, это самое идеальное. Семья, работа, все рядом, все супер. Вы очень много шутите. Многие спортсмены пробуют себя в каких-то еще жанрах, например. Там кто-то снимается в фильмах, кто-то пробует себя как ведущий или, может быть, открывает свой бизнес. У вас когда-нибудь была идея, ну, вот, попробовать себя в чем-то еще, кроме футбола? Ну, знаете, честно, может быть, и да, но когда ты начинаешь о чем-то другом думать, а не о своем деле, честно, сразу же начинаются у тебя проблемы на поле. Даже вот просто ты можешь поругаться с твоим близким человеком, с семьей там или еще что-то, и у тебя будет совсем не так уже, знаете, с настроением, и самоотдачей и так далее. Потому что это очень сильно влияет и мешает. Также и сейчас забивать чем-то другим голову пока еще рано. Я думаю, ближе, знаете, когда на пенсию буду идти, там уже, может, подумать. Посмотря на вашу профессиональную карьеру, у вас в этом году произошло очень много знаменательных событий. То есть это Серебро в Лиге Европы вместе с Днепром. Это вы осуществили свою давнюю мечту и перешли в один из сильнейших чемпионатов Европы. Футбольный клуб «Севилья». Расскажите, почему вы выбрали именно «Севилью»? Да, если бы я еще выиграл бы хотя бы хоть где-то в финале, было бы лучше. Почему выбрал? Да, наверное, всех это много интересует, потому что я сам не знал, где я окажусь, и кто меня больше захочет, интерес, знаете, проявит свой. Потому что было как бы не так много предложений, как писалось в интернете. Все думали, что вот Ливерпуль прям, понимаете, деньги ложат всеми и моему клубу. То есть Днепр и мне, и я тут отказываюсь. Ну как? Нет. Никто просто на самом деле не знал, что не было никакого предложения. Они уже в следующий раз не возвращались. Также какие-то Тед Хэмны думали. Где я еще там только не был, не проходил медовсмотр. Только Реал Барселону забыли назвать. Ну, честно. Смешно было читать мне этого, надоело, конечно. Были на самом деле пару вариантов с премьер-лиги. Это были средние команды, не буду там называть их. Пару было. Или варианты, вот были, или Атлетика, Севилья. Но Севилья более настойчивая была и мне это понравилось. Потому что Атлетика как бы всегда кормили завтраками меня. Да, сейчас, сейчас, сейчас. А когда сейчас, если уже скоро чемпионат начинается и форму нужно убирать. Я так посчитал, что по манере игры Севилья очень подходящий для меня. А расскажите поподробнее немножко, вот для вас, что значит для вас? Для меня? Да. Ну, если бы я был, бы тут сидел 2,5 метра ростом и, знаете, и больше не умел мяч там принять и развернуться и так далее, то я бы на Англию больше выбрал, там борьба, удары головой, там только большинство голов забивает с угловых и со штрафных. А Испания более техничный, конечно, чемпионат. Я это говорил, что мне хотелось бы играть в, да, в премьер-лиге. Это интересный чемпионат. Но, мое мнение, Испания это сильнейший. И я, конечно, бы не против даже оказаться в премьер-лиге, но сейчас я там, где я есть. А что вы ощущали, когда подписывали контракт с Севильей? Да, фуф, если я буду рассказывать свой каждый день, то вы сейчас со мной посидеете здесь. Ух, да, я начал зубы чистить, смотрю, у меня пару волосин уже за день был появлен, это, конечно, не передать, честно. Я похудел тогда на 3 килограмма за одну неделю. Честно, я никогда в жизни не похудел. Правда, это были стрессы, это были переживания сделать, правильный выбор, как и для семьи, так и для меня. И все, понимаете, не только в плане футбола. Я думал обо всем, как бы правильно сделать шаг, потому что можно легко очень сломаться. Ну, я надеюсь, что я на правильном пути, у меня все получится. И эта подпись, она была как глоток свежего воздуха, наверное, после всего? Наверное, да, да, да. Немного легче стало, но все равно, знаете, какие-то сомнения, ну, маленькие они были, но это, наверное, просто, ну, я думаю, любой человек бы со своей страны уезжая, не зная язык, как бы у каждого мурашки были бы по коже и немножко, знаете, чувствовалось волнение. Ну, ничего, я уже справляюсь с этим, адаптация идет. А, кстати, вот сегодня вы ведь, ну, как бы впервые прилетели на родную землю после отъезда в Испанию. Что вы ощущаете? Ну, знаете, пока ничего не изменилось, вот так хочу сказать. Нету такой, знаете, страсти вернуться бы быстрее. Да, соскучился, но я соскучился, когда я был, скучал за своими футболистами, когда был даже в Днепре. Ну, то есть еще не так много времени прошло, чтобы я пасковал. То есть нет ощущения, что вы переехали? Пока нет, наверное. А скажите, как проходит адаптация в новой команде? Да, конечно, с адаптацией мне очень сильно помогают ребята. У них очень дружный коллектив, которые, ну, очень, честно, очень-очень, потому что без них бы я бы никуда. Да, ну, я когда приезжал на тренировку первую, я, знаете, чувствовал неуверенность, как бы, ну, новая команда, новые игроки, как бы на меня будут все смотреть, как я буду общаться. Ну, они, я знал пару слов, там, знаете, каких-то, и они уже, ну, хочу их говорить, потому что они там немножко, как бы, так, не то, что обидные, они смешные, как у нас, допустим, даже не знаю, какое слово выбрать. Ну, мне это, знаете, понравилось, потому что они в первый день меня не знают, а так шутят, и с такой улыбкой, как бы, мы вроде бы уже знакомы с ним, там, не первый год. Мне это уже понравилось, и я понимал, что я, наверное, тоже попал в свой коллектив, потому что, ну, без этого никуда. Ну, знаете, почему я знаю, потому что в Днепре, вот, похожая ситуация, все ребята поддерживают друг друга, и мы много, знаете, прошли с ними, и я знаю, как это. А в Севиле ведь очень много новых игроков, скажите, как ваше взаимопонимание на поле происходит? Ну, да, немножко сейчас тяжеловато с ними общаться, но какими-то жестами, пару словами, знаете, мы можем друг другу объяснить, хотя бы, вот, куда бежать, как пас отдать, как дела, все хорошо, там, вот, такого вот плана. Они могут за один день тебя спросить просто 20 раз, как дела, ну, то есть, насколько, видите, они люди приятные, которые, ну, всегда их интересуют, как дела, ну, то есть, это уже. Кто вас больше всего там поддерживает, вот, чью поддержку вы ощущаете больше всего? Агенты, кстати, очень сильно мне помогают, потому что у них своя компания, они мне вообще, каждый день у меня дома, у меня смс-ки, как дела, что нужно, чем помочь, ну, им тоже большая благодарность, да. И второй человек, это наш переводчик, не переводчик, а переводчица, она очень сильно помогает во всех, во всех вопросах, она везде с нами первое время, да, пока не дали мне уже переводчика личного. А наличие там земляков, возможно, не знаю, Марьян Швед, как-то... Ну, потом Швед, да, приехал, мы с ним общаемся, ну, не так, конечно, часто, пока только через телефон, и на базе там иногда видимся, но у него просто свой рабочий процесс, и я вижу только, как он на тренировке тренируется, я могу остановиться на полчаса, посмотреть, его там чуть дождался, пообщались, и, как бы, у нас тоже своя личная жизнь. То есть, я знаю, что у него тоже приехали родители, девушка там, ну, то есть, коллектив у него немаленький, группа поддержки, это, я думаю, большой плюс, потому что я был даже вот какой-то одну неделю, я был не в Украине, а вот в Мадриде ждал пока, куда же, где же я буду в итоге, и, честно, мне было даже очень тяжело, хотя я вроде немаленький ребенок, да, и... Ну, я с ним общался, он говорит, что пока тоже своего адаптация нормальна, потому что родители поддерживают там все рядышком, тоже у него есть переводчик. Очень важно, вот, когда выезжаешь за границу, наверное, чтобы, ну, вот вам еще нравилось, ну, вообще город, не знаю... Да, город, кстати, очень красивый, очень красивый город, мне нравится, он небольшой, без пробок, можно ездить спокойно, потому что в Мадриде я пешком ходил, честно, ну, все нравится, и... А у вас есть уже любимое место в этом городе, где вас можно встретить, вас спрашивают ваши поклонники, фанаты? Да, есть. А где? Какое место? Роман Санчо Списоан. Пока там. Надеюсь, там он останется. Очень многие интересуются тоже вот ваше любимое блюдо. Уже есть какое-нибудь испанское любимое блюдо? Морепродукты очень сильно нравятся, креветки, там, осьминоги, очень вкусные там. Спасибо.